Большим, большим, большим и так далее. Те, к сожалению, не будут ехать, но если ты сзади не будешь толкать их, тогда можно ехать. А вот эти, которые впереди, будут ехать. Но, перед тем, как я что-нибудь запущу, как вы думаете, сколько лет назад изобрели первый поезд? Сто лет назад? Почти. Двести. Кто сказал двести? Молодцы, именно двести лет назад изобрели первый поезд. А где? В какой стране? В России. Почти, но нет. В Германии. В Англии. Кто сказал в Англии? Молодец, будущий машинист у нас здесь находится. Нет, это я будущий машинист. Двести лет назад именно в Англии вели первый поезд, который сам мог передвигаться. До этого рейсы существовали. Но по ним повозки везли или лошади, или сами люди. Поэтому мы и смотрим на первый поезд. Первый поезд – это паровоз. Вы, если на улице были, вы такой уже видели? Да. Залезли тоже пустыни? Да. Вы не залезали. Я залезал. Все, может, дальше идти. А как вы думаете, почему вы вообще паровоз не делаете паровозом? Потому что паровоз двигателя работает. Правильно, идет на паровоз. А кто-нибудь подробнее знает, как там парка идет? Из-за угля. Выгорает уголь. А мы их называем тепловозом. А у нас парики такие ездят. Кстати, они у нас до сих пор есть. Ездят даже. Потому что у нас в Латвии грузы в основной переводятся только дизельные поездки. И вот такие вот зеленые, которые вы видите, в этом очень лучше часто можно и встретить. Вот этот маленький зеленый. Хотя в основной теперь Европа уже использует... Ну, не использует вот эти дизельные поездки. Ну, в том, что я сейчас скажу, самый последний. Скоростная электричка и скоростной латвовоз. Таких платок у нас нет. Но есть такое, как новое, дизельное поездки. Они самые лучшие для природы. Они не выбрасывают никакой ни дым, ни пары, ничего, что угодно. Поэтому и считается самой безопасной.